МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фельдшер, почтальон, учитель или даже оленевод – это лишь малая часть тех профессий, которые могут достаться призывнику, который выбрал альтернативную службу. Сегодня молодые люди отдают долг родине не только с оружием в руках, а, например, ухаживая за больными в доме престарелых. По статистике, за последние два года подобным образом отслужили не более тысячи человек. Желающих мало, но если какие-то убеждения не позволяют, то заставлять насильно залезать в танк или рыть окопы никто не будет, как живут так называемые альтернативщики, и почему они не хотят быть такими, как все. В России с 2002 года каждый призывник вправе потребовать не идти в ряды вооруженных сил. По закону, молодой человек может служить альтернативно. Для этого необходимо за шесть месяцев до призыва не только подать соответствующее заявление, но и доказать, что вероисповедание или личные убеждения не позволяют взять в руки автомат. Они могут привезти каких-то свидетелей, своих друзей, родственников, которые это могут подтвердить. Они могут представить любые совершенно документы на свое усмотрение, которые подтвердят то, что действительно они не могут проходить военную службу. Утром и вечером Егор разносит письма. По религиозным причинам вместо военной службы он выбрал альтернативную. Молодому человеку повезло. Комиссия поверила доводам призывника и направила на почту. Для меня это вопрос не так поступить, как легче было бы, а вопрос моих убеждений. Альтернативная тоже служба, поэтому расслабляться не приходится. Каждый день вставать половина пятого, шесть дней в неделю, потому что я из Подмосковья, мне добираться достаточно долго. Альтернативщиков направляют туда, где работать мало кто хочет. Это больницы, интернаты, стройки. Здесь все по нормам трудового кодекса. Гарантированный отпуск, зарплата, правда, минимальная. И жилье, хотя есть и ответственность. За несоблюдение правил служащий может угодить и в тюрьму. Если, допустим, призывник убежал из счастья и отсутствует в части без уважительных причин более одного месяца, ему может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Если гражданин самовольно оставил место альтернативной гражданской службы, то максимальное наказание, которое ему может грозить, это до шести месяцев ареста. Покидать свой пост Александр и не собирался. Его отправили служить в Пушкинский музей. Теперь он раскладывает каталоги на витрины киоска. Как и большинство альтернативщиков, он доказал, что взять в руки автомат не позволено религией. Вопросы задают, почему, как. Ну, поскольку я уже решил для себя это. Причем решил сделать это не как-то там за месяц, за два до призыва, а вот за несколько лет уже, когда еще в школе учился. Службу без оружия предпочитает сегодня не более 1% призывников. Срочник живет в казарме всего год, а альтернативщик работает 21 месяц. При этом многие эксперты уверены, что выбор должен быть у каждого, независимо от убеждений. А высококвалифицированные призывники, например, газоэлектросварщики или каменщики, на службе, пусть и альтернативной, должны работать по профессии. Такие рабочие руки стране точно не помешают. Сергей Николаев, программа «Союзники». Сергей Николаев, программа «Союзники».